Вопрос о легализации нелегалов. Очень много людей, допустим, переходят за деньги в Мексике через границу, оказывается, в США биометрию они не проходили, нелегально они оказались, как им быть? Значит, единственный, действительно, более-менее надежный вариант легализации нелегала, который нелегально въехал в страну, это политическое убежище. Да. Да, но человек, который перешел границу и уже какое-то время гуляет по Соединенным Штатам, он считается уже на территории Соединенных Штатов. В этом случае, в отличие от первого случая, который мы обсуждали, что называется сдаться на границе, на него распространяются конституционные гарантии. Значит, он может запросить политическое убежище через административную процедуру, вот, и скорее всего он не будет арестован. Скорее всего он останется гулять на свободе до решения по его делу, да. В случае его ареста он имеет право на выход под залог, потому что он находится на территории США, и на него распространяется конституция. Это более приемлемый вариант, это более легкий вариант. Но попадете ли вы в число тех, кому удастся проскочить мимо пограничников, это большой вопрос. Очень многих арестовывают прямо на границе. Понятно. Если арестовали на границе, то либо депорт, либо арест. Значит, здесь вообще получается очень интересная ситуация. Как только человек сказал, что он просит убежище, его нельзя депортировать без решения суда. Потому что считается, что ему угрожает смертельная опасность в случае депортации. Но его, если он сдался на границе, его нельзя и впустить в страну. Поэтому он попадает в миграционную тюрьму. Других вариантов нет. Это иммиграционная тюрьма, так ли? Иммиграционная тюрьма. Они все федеральные. А, конечно. Да, они все федеральные тюрьмы, да. Просто отдельно есть тюрьма уголовная, отдельно миграционная. То есть они в разных ведомствах находятся. Но уголовного не попадет, если его, допустим, на заборе поймали, висящим на заборе. Но если это он уже третий или четвертый раз пытается через забор перелезть, за это есть уголовная ответственность. Поэтому сначала пойдет в уголовную тюрьму, а потом его возвратят в депортационную. Понятно. Хорошо. Допустим, человек, который нелегально оказался в США, он подает. У него процедура та же. То есть он формирует и кейс, формы те же самые, там, Ай-589, да? Да, совершенно верно. Та же самая административная процедура, да, и те же самые последствия в том случае, если административная процедура не дает результата. Дело передается в суд до кончательного решения суда, да. Понятно. Если, допустим, человека депортировали там сроком на 5 лет. Ну вот он подал на убежище, его депортировали, и он через год прошел границу нелегально, оказывался на территории США и решил легализоваться. Хотя получается, что его пальцы, они уже засвечены. То есть уже биометрию он проходил до этого. Что с ним? Значит, если он пытается подать на убежище по тем же основаниям, по которым он уже проиграл в суд и был депортирован, скорее всего, результат будет опять тот же самый, только уже с запретом на 20 лет въезд в страну. А если по другим? Если по другим основаниям, значит, у него появляется шанс, потому что судья отнесется к этому более внимательно. Но опять-таки в случае проигрыша следующая депортация уже на 20 лет. А третья депортация уже пожизненно и сначала в тюрьму. То есть получается, что суд вам будет в любом случае? В любом случае будет суд, да. Потому что человек оказался нелегально. Ну, как бы будет административная процедура, и потом опять суд. Но опять-таки намного проще первый раз просить убежище, чем просить его вновь, потому что уже вам раз отказали.